добрый вечер всем кто нас слушают кто к нам присоединился сейчас мы займемся нашей темой довольно трудно не отреагировать на то что происходит сейчас в израиле не буду пытаться определить кто прав кто виноват это вещь субъективная но понятно что сейчас народ израиля переживает некий кризис хотелось бы надеяться что мы из этого кризиса выйдем на моей памяти это уже третий кризис первый был девяносто третьем году свои сословскими соглашениями 2 в 2005 связи с изгнанием из поселения гушкатифа и вот сейчас 3 и есть что-то общее этих вещах которые несмотря казалось бы на весьма далекую связь с нашей темой тем не менее обнаруживают такую вот связь чувство сейчас натан употребил слова пока апокалиптический вот этот апокалипсис который воспринимается в связи с концом времен что происходит нечто что это не какое-то тривиальное историческое или политическое событие что это как бы события на пороге пороговое событие которое переворачивает если не мир то по крайней мере израиль и на самом деле автор книги даниэля которую мы читаем чувствовал нечто подобное а вот у него тоже было чувство того что вот сейчас мы находимся в состоянии некоего такого катастрофического кризиса который перевернет всю жизнь и по крайней мере в его представлении приведет в результате к избавлению на самом деле некоторая парадигма которая сопровождает не только еврейскую религию а очень многие и учения древние о том что окончательному избавлению предшествует это страшный период страданий и катаклизм вот я не буду продолжать сейчас разговор о современности это отдельная тема думаю что конечном счете конечном счете наверное израиль нуждается в какой-то форме национального примирения и как это все будет происходить очень трудно сказать а что касается смысл как бы переходя к нашей сегодняшней теме возможно она нас еще раз соединить современностью сегодня как я полагаю наше последнее занятие посвященное книги даниэля следующее занятие будет неким итогом чтения библейских книг связанных с историческими процессами после этого мы уже выйдем за пределы танаха значит я поставил две темы во главе угла одна умение радикальной моё более коротко рассмотрим другая более такая глобальная первая тема это ангелология ангелология книги даниэля а вторая тема это это то чем все кончается и мотив воскресения из мертвых книги даниэля и вообще в еврейской литературе что касается ангелологии почему это важно сказать потому что книга даниэля здесь как бы тоже являет собой некая перепуть как бы известно о том что фигура ангелов то что называется на иврите словом малах существуют в самых древних слоях библейской литературы по предположению некоторых исследователей достаточно обоснованному фигура ангела это некоторая деградация не в оценочном смысле а скорее в историческом деградация более древнего языческого представления о пантеоне богов боги это некая семья есть пантеон и в рамках постепенного развития в сторону монотеистической литературы этот пантеон постепенно теряет свое исходное выражение свой исходный образ и вот это и превращается в некую свиту бога-творца значит как бы у нас есть некоторые атомистические тексты так сказать которые напоминают об исходном значении вот этих ангелов там где они называются в танахе термином есть немало таких текстов и эти бне и лохим они судя по всему вот как бы память о языческом представлении согласно которому действительно дети богов или дети бога некая семья в танахе это претерпевает сублимацию повторяя они превращаются сначала просто в некую свиту а потом они получают роль посланников малахим и этих малахим эти ангелы посланники очень часто встречаются на страницах танаха причем это существенно для той темы которую мы обсуждаем в связи с книгами Даниэля есть по меньшей мере несколько мест в танахе где ангелы эти являются своего рода патронами народов мира есть таких мест на самом деле таких явно выраженных мест три одно место это в книге Деварим в 32 главе это Ширата Азину где говорится поэтический текст где говорится что бог разделил народы по числу и поставил им границы по числу сыновей Израиля он разделил сыновей Адама установил границы народом по числу сыновей Израиля это масорецкий текст который известен нам с одной стороны из Септуагинта а с другой стороны из Кумранского свитка книги Дварим свидетельствует и другой версии которая по всей вероятности является более древней и исконной по числу сыновей Божьих Лемиспар Бней Илухим надо полагать что в какой-то момент эта версия претерпела некоторую теологическую правку и таким образом превратилась в Бней Исраэль но из этой как бы версии которую мы видим в Септуагинте и в Умране явствует что как бы у каждого народа есть свой вот этот Бен Илухим они по их числу Хазаль дальше скажут мудрецы Талмуда что их 70 действительно в таблице народов в книге Баришит упоминается 70 народов число типологическое типа второе место опять же в книге Дварим там не упоминается ни на Илухим ни ангелы но зато там упоминается воинство небесное это как раз в том недельном разделе который мы будем читать в эту субботу воинство небесное по крайней мере в нескольких местах Танахи запараллелено с ангелами или с сыновьями божьими например книги Иова утренние звезды и сыновья божии это некоторая параллельная структура так вот книги Дварим в четвертой главе говорится о том что нельзя обожествлять солнце луну и звезды все воинство небесное почему один из аргументов запрета состоит в том что Господь Бог твой отделил их всем народом под небесами да то есть народы служат вот этому воинству небесному у них есть некая корреляция между вот между народами и их небесными патронами и наконец третий текст который я в этой связи упомяну это текст псалмический это восемьдесят второй псалом где такой как бы псалом призывающий к монотеистической революции где говорится о том что Бог судит в общине судей да как бы такой вот тоже своего рода пантеон и выясняется что вот эти как бы те которые называются здесь бны ильон они судят несправедливо и неправедливо ходят во тьме и и поэтому псалмопевец призывает Бога кума эллигим шофта харыцки ататин хальбу хологуи вастань Бог будешь наследовать все народы да надо покончить с этим как бы местными властями а я должен быть единый властитель и это Бог творец который и должен управлять всеми народы а то есть как бы Вот такая идея о том, что есть у народов патроны, она как бы в таком несколько атовистическом виде присутствует в Танахе, в целом она отодвигается в сторону, потому что в ней есть некоторая уступка политеизму, если угодно, если есть разделение властей, не зря этот псалум призывает к тому, чтобы покончить с таким положением дела. В целом, повторяю, ангелы обычно предстают как послушные посланники Бога, но в эпоху второго храма дуализм возвращается, дуализм возвращается и снова появляются эти патроны, возможно, как некоторые предполагают, под влиянием, под персидским влиянием, под влиянием тех или иных форм зороастризма. Я сейчас не имею возможности слишком глубоко входить в развитие зороастризма, потому что есть такое несколько популистское восприятие зороастризма как исходно-дуалистической религии, но это не совсем так. Это скорее тоже монотеистическая религия исходная, которая претерпевала определенное развитие как раз в сторону разделения, в сторону дуализма. И как бы Урамазда, которому противостоит Ахриман, значит, это некоторые, как своего рода равноправные силы, это некоторое развитие. Но так или иначе, судя по всему, зороастризм оказал на еврейскую религию, в эпоху второго храма определенное влияние, поскольку евреи жили под властью Персидской империи, в этом нет ничего удивительного. И здесь-то, собственно говоря, мы и переходим к книге Даниэля, значит, я открываю файл и хочу продемонстрировать вам, хочу продемонстрировать вам главу десятую книги Даниэля. Она достаточно короткая, вот, и в переводе звучит следующим образом. Это как бы глава, которая предваряет, некоторое предваряет видение. Само видение мы читать не будем, оно подробное историческое видение, я только два слова о нем скажу. А глава десятая говорит так, на третий год правления Кира, царя Персидского, да, мы уже не будем возвращаться к тому, что Кир в книге Даниэля идет после, да, Кир в книге Даниэля, Даниэля, которого есть второе имя Балшатсар, было истинное видение и тяжелое бремя. Он называет это, с одной стороны, истинным видением, с другим, с другим, тяжелым или великим бременем. И Даниэль постиг это откровение, виздение. Дальше переходит все к первому лицу, и Даниэль рассказывает сам о себе. К тому времени я, Даниэль, уже три недели пребывал в трауре, изысканных яств не ел, не прикасался к мясу и вину, и маслом не умощался все эти три недели. Да, он как бы, почему пастится? Потому что Иерусалим лежит в развалинах. А на двадцать четвертый день первого месяца был я у великой реки Тигр, которая называется Майбрити Хидеки. Я взглянул, и вот я увидел, стоит некто облаченные льняные одежды с поясами с чистого золота. Тело его как кризолит, лицо его как вспышка молнии, глаза как огни пакелов, руки и ноги блестят, как начищенная бронза, а голос его как шум толпы. Только я, Даниэль, видел его. Люди, что были со мной, не видели, но их объял такой великий ужас, что они разбежались и попрятались. Я один остался и видел это великое видение. И силы покинули меня, я по некий изнемог. Я услышал его голос, и при звуке этого голоса упал ниц без чувств лицом в землю. Тут прикоснулась ко мне рука и подняла. Стоял я теперь на коленях, руками опираясь о землю. И он сказал мне, Даниэль, избранник Ишхамудот, это называется на иврите, такой вот возлюбленный, постигни то, что я скажу тебе, встань, ибо я послан к тебе. Так говорил он мне, и я встал крепеща. Он сказал мне, не бойся, Даниэль, уже с первого дня, как ты стал стремиться к познанию, смиряя себя перед Богом твоим, услышаны были твои слова, и из-за твоих слов я и пришел. Владыка царства Персидского противостоял мне 21 день. Был я там лицом к лицу с царями Персии, и Михаэль, один из верховных владык, пришел мне на помощь. И я пришел, чтобы разъяснить тебе, что будет с твоим народом в конце времен, ибо видение о тех днях. Так говорил он мне, а я глядел в землю и молчал, но некто обликом, как человек, коснувся моих губ, когда я обрел дар речи и сказал тому, кто стоял передо мной, господин мой, во время видения одолели меня судороги, силы покинули меня, смогу ли я говорить с тобой господином моим, раб господина моего? Я совсем без силы, дыхание мое прерывается. И снова некто, видимо, этот человек коснулся меня и вернул мне силы. Он сказал, не бойся избраний, мир тебе, ободрись. При этих его словах силы вернулись ко мне, я сказал, говори господин мой, и вернул мне силы. Он сказал, знаешь ли ты, зачем я к тебе пришел? Сейчас я пойду назад на битву с владыкой персидским, цар Парасу, так называется. А как только закончу ее, явится владыка греческий, цар Яван. Но я возвещу тебе, что написано в книге истины. Никто не поддерживает меня в битвах с ними, только Михаэл, Михаэль Владыка Ваш, в Сархэм. Что мы здесь видим? Здесь есть некое видение. Мы уже убеждались в том, что Даниэль во время своих видений получает их истолкование из уст ангела. В предыдущих главах у ангела, который толкует видение, было имя, возможно, это даже тот же самый ангел. Там он назывался именем Гавриэль. Здесь упоминается еще один ангел, Михаэль, который называется владыкой народа Израиля. Сар. Кстати говоря, эта терминология Сар потом будет воспринята Талмудом. И вот как раз патроны народов так и будут называться на языке Талмуда и Медраша Сар. Сар Эдом, Сар Мицраин и так далее. Понятно, что и здесь Сар Парас, владыка Персии, Сар Яван, владыка Греции. Это не земные владыки. С земными владыками ангел вряд ли стал бы сражаться. Это как бы их небесные представители. Тут идет битва между силами света и силами тьмы на небесах. Здесь это говорится очень кратко, но зато мы знаем другие тексты эпохи Второго Хоанна. Например, Кумранский свиток «Война сыновей света, сыновьями тьмы», где изображается не только земная битва, но и сопутствующая небесная битва между силами зла и добра. И во главе сил добра как раз стоит Михаэль, а во главе сил зла стоит Блияль, Вильяр или Вильяль. То есть мы, собственно, наблюдаем здесь, в книге Даниэля, возвращение вот к этой типологии ангелов, патронов народа. Это не просто посланники Бога, а это некие фигуры, у которых есть историческая миссия. Они сражаются, а сражаются со злом. Мало этого, добавим к этому еще одну вещь, на протяжении всего Танаха у ангелов нет имен. Ангел Малах не имеет имени, он просто называется Малах. Иногда Бог называет его Малахи. Да, вот, кстати, в библейской пророческой книге, которая получила такое название Малахи, пророк там называется этим термином. И, судя по всему, по ошибке, предполагаю сегодня, этот термин был понят как имя собственное. На самом деле, термин либо обозначает мой посланник, либо Малах, Йод, посланник Господа, Йод, как сокращение тетраграмматона. Потому что мы нигде не найдем во всем Танахе, кроме этой книги, использование такого имени Малахи. Так вот, впервые в библейских текстах имена у ангелов появляются в книге Даниэля. Это тоже новшество. Михаэль и Гавриэль. Здесь только два имени. Ну, например, в книге Ханоха, которая, вероятно, даже предшествовала книге Даниэля, по времени написания, первая книга Ханоха, книга ангелов, так называемая, она, возможно, некоторые датируют ее третьим веком до новой эры, хотя некоторые считают, что это начало второго века до новой эры. Так, там есть целые группы ангелов, причем есть ангелы добра, те же Михаэль, Гавриэль, там появляется еще и Рафаэль, и Рувэль, некоторые другие. И есть группы ангелов зла, бунтарей, которые постигают в результате небесный суд за их бунт. И это те самые ангелы, которые, корень их родословной автанахии, это те самые сыновья Божьи из книги Берешит, которые соединялись с дочерьми человеческими. Шестая глава книги Берешит. Подытоживая, еще раз скажу, что происходит с ангелологией в эпоху второго храма. Да, потом, кстати говоря, в эпоху Хазаль тоже очень развивается эта ангелология. Мудрецы часто упоминают четырех ангелов добра. Михаэль, Гавриэль, Уриэль и Рафаэль. А с другой стороны есть Самаэль, как бы своего рода ипостась сатана. Вот, так вот, повторяю, подытоживая эту краткую все-таки тему. Два существенных новшества, одно из которых является, одно из которых это, так сказать, реставрация старого. Да, с одной стороны возобновление мотива патронажа, ангелы как патроны народов мира, а с другой стороны появление у них личных имен. Кстати говоря, опять же в Талмуде есть некоторое утверждение, что на самом деле у Израиля нет своего ангела. Здесь говорится, что Михаэль, это ангел Израиля, это как Михаэль, подобный Богу, самый близкий из ангелов. А в книге юбилеев таким ангелом является ангел лица. Появляется потом такой термин метатрон. Вот, так вот, в Талмуде утверждается, что как раз-таки у Израиля нет никакого патрона и покровителя, за исключением самого Бога. Книга Даниэля допускает такое отступление от чистого монотеизма. Значит, это десятая глава, в которой Даниэль разговаривает с ангелом. Она, повторяю, предваряет довольно длинную одиннадцатую главу, которая в такой завуалированной, но очень слегка завуалированной форме рассказывает историю войн между селепкидами и птолемидами. Называя селепкидами царями севера, а птолемидами царями юга, упоминает, опять же, Антиоха Эпифана, который задумает посягнутый святой завет. Рассказывается о его походах в Египет, о том, как римляне его отгонят. Это одно из первых мест, где римляне называются термином китиим, китийцы. Термин, который будет использоваться для обозначения римлян в куранских свитках тоже. И после этого, как бы, кончается история. После того, что этот царь, называется Антиоха Эпифан, возгордится и поставит себя выше всех богов, и против бога богов станет говорить неслыханное, но потом завершатся дни гнева. И чему предначертано, тому и быть. Мы говорили, что в рамках вот этой апокалиптической структуры все предначертано, все детерминировано. Что написано, то и произойдет. И придет конец ему, ему никто не поможет. И здесь мы оказываемся в 12-й, в последней главе, очень коротенькой главе книги Даниэля, которая, как бы, подводит всему итог. Что же произойдет после гибели этого нечестивца, когда история фактически кончает течение свое? И вот, что нам рассказывается. Тогда явится Михаил, великий владыка, защитник твоего народа. Михаил Ассар Хагедоль, Аумедаль Бнея Меха. И настанет время бедствий, какого доселе не знал ни один народ. Но тогда спасется народ твой. И Малетамха, как написано в книге, книга истины, книга, в 11-й главе была, в 10-й главе была названа Цеферемет. Видимо, сам по себе образ этой книги в значительной степени подчеркнут из книги Малахи, где упоминается, что все дела праведников и злодеев записываются в книгу. Вейкатэф, Сефер, Зикарон, Лефанав, перед Богом, книга памяти. И говорится здесь, и многие из спящих в опрахе воспрянут или восстанут. Эти для жизни вечной, а эти для вечного позора. То есть произойдет некий суд, в результате которого, в процессе которого будет воскресение из мертвых, причем праведники восстанут для вечной жизни, а злодеи для вечного позора. Мудрые засияют, как царя небесная, и наставники многих, как звезды, навсегда и навеки. А кто такие эти маскилим и кто такие наставники многих, сказать трудно, хотя по мнению некоторых, я это затрону чуть ниже, возможно подразумеваются фарисеи, которым Даниэль чем-то был своей тематикой или своей идеологией близок. В частности, вот идея воскресения мертвых. Ты же, как говорит ангел Даниэль, сокрой эти слова в тайне, запечатай книгу, пока до последних времен, когда многие будут буждать и умножиться зло. То есть, как бы мы должны понимать, что автор сам является свидетелем событий, которые он описывает, но при этом он вкладывает это в уста герою Даниэлю, который с точки зрения автора живет в вавилонские времена. То есть, это все далекое будущее. Это все, что произойдет через много лет. Да, семь седмиц, мы это обсуждали, семьдесят седмиц. И вот я видел Даниэль, стоят еще двое, один на том берегу реки, другой на этом, опять же, видимо, ангелы. И один из них спрашивает у облаченного льняной одежды, стоящего над рекой. Там даже это неслыханно окончится. Я услышал ответ облеченного льняной одежды, стоящего над рекой. Воздев обе руки к небесам, он поклялся живущим вовеки. Все окончится через срок, два срока и полсрока. Мы сейчас не будем заниматься арифметикой. В книге Даниэля с арифметикой все непросто. Эти сроки довольно неясно, что точно имеется в виду под этими терминами. Когда сила народа святыми больше не будет сокрушаема. Я слушал, но не понимал. Я спросил господину, а чем все это кончится? А он ответил мне, иди, Даниэль, это скрыто и запечатано до последних времен. Многие очистятся, велятся и пройдут через испытания. Нечестивые же будут творить нечестие. И нечестивые не разумеют ничего, а разумеют мудрые. С того времени, как отменено будет ежедневное жертвоприношение и установлено мерзость разорения, пройдет 1290 дней. Совсем не то число, которое получалось у нас, когда мы говорили о 77-цах. Опять же, сейчас я не занимаюсь расчетами. Это отдельная история. Блажен, кто будет ждать и сумеет прождать 1335 дней. А ты иди своим путем навстречу концу. Ты обретешь покой, но после встанешь. И чтобы получить то, что тебе суждено в конце времен. Это, кстати, стало частью сегодняшней молитвы, которую мы произносим. И здесь подразумевается воскресение из мертвых. Вот об этом воскресении из мертвых мы немножко сейчас и поговорим. Поймем, откуда идея эта, прежде всего, вырастает. И с кем она действительно была связана. Значит, прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на то, что в Торе нет однозначных указаний на воскресение из мертвых. Есть один стих, из которого это можно было бы почерпнуть, но это не очевидно. Из той же песни Азину, Едварим, Ламедвет, говорится, посмотрите, это я, смотрите, это я, это Бог говорит, и нет другого, кроме меня. Я умирсляю и оживляю. Я наношу удар, я исцеляю, и никто от меня не может спастись. А что значит они Амитвы Ахайи? При желании можно было бы сказать, что это действительно указание на воскресение из мертвых. Ну, во-первых, индивидуальное тогда, а во-вторых, проблема в том, что это можно понять и иначе, как классические комментаторы замечают уже, что это исцеление, да, не обязательно в смысле оживления, как оживления после смерти, а доведение до состояния смерти и выздоровления. А мы сейчас увидим тому пример, да, другой текст книги Шумуэля, тоже поэтический, говорит так, Господь умерсляет и оживляет, а Дунай Мимиту Махайему Ридж Оль Ваяль, опускает в преисподнюю и поднимает, да, казалось бы, это все говорит о воскресении из мертвых, но при этом возможно, что даже если тексты эти изначально и имели в виду воскресение из мертвых, они вполне возможно понимались и метафорически, вот, например, текст из Псалма 30-го. Господь Бог мой, я воззвал тебя и ты меня исцелил, тот же термин, что и в Шрата Азину, исцелять. Господь, ты поднял из преисподней мою душу, ты оживил меня, поднял, так сказать, к жизни от тех, которые спустились в преисподнюю. Имеется ли тут буквальное воскресение из мертвых? Не факт. Возможно, что это метафора исцеления. Во всяком случае, очевидно только одно, что в этих текстах нигде не говорится о каком-то коллективном воскресении из мертвых в конце времен. Теперь, что у нас есть еще в Танахе касательно воскресения из мертвых? У нас есть несколько рассказов, которые повествуют действительно о воскресении из мертвых индивидуально, пророками. И эти тексты, которые находятся не в Торе, а в книге царей, могут поддержать исходное предположение, что когда в Торе говорится о Боге, аниме, миту, михая, я умиршляю, оживляю, подразумевается действительно буквальное воскресение исходное. Тексты, эти рассказы о том, как пророк Ильяу, а также пророк Ильша воскресили умершего ребенка у женщины, у которой они жили. Значит, вот два таких параллельных рассказа. Один в книге Млахим Алиф, а другой в книге Млахим Бе. Значит, Ильяу ему рассказывает женщина, что ее сын умер. И я не вхожу во все подробности рассказа, достаточно просто самого упоминания. И вот он растягивается на этом ребенке трижды и призывает Бога и молится, чтобы это не выглядело просто как некая магия. И ребенок, к нему возвращается душа живая, и она живая. Да, вообще это некая, некая, ну как сказать, контраутверждению постоянно повторяющемуся в Торе, что человек, который живет, он рано или поздно возвращается в прах, из которого он взял. И даже такой человек, как Муше, он тоже должен умереть. Есть редкие, опять-таки, случаи, сейчас я в это дело не вхожу, где рассказывается там о том, что герой взят живым на небо и не умирает. Такой случай, это как раз пророк Ильяу и, возможно, Ханох Негибириши. Второй рассказ, более подробный здесь, это о том, как пророк Ильяша тоже оживляет ребенка, тоже молится Богу, и ребенок умерший восстает, теплеет его плоть, и он оказывается живым. Значит, совсем уже такой атовистический языческий рассказ повествует о логической силе тела умершего пророка. Рассказывается о том, как умер пророк Ильяша, его хоронят, и когда его хоронят, то из-за того, что приближаются враги, они после того, что похоронили пророков, хоронят какого-то человека. А когда они видят, как приближаются враги, они пугаются, бросают труп этого человека в могилу пророку Ильяше, и труп этого человека касается костей пророка, и он оживает и встает на ноги. Это, значит, как бы такая магия реликвии, значит, вот тело святого человека даже после смерти способно оживлять. Это редкий такой рассказ. Отсюда мы переходим к пророческим текстам, которые говорят очень туманным образом о том, что, судя по всему, произойдет тоже в конце времен. Это текст, который иногда называют апокалипсисами книги Ишаяу. Значит, дело в том, что тексты эти, по некоторым мнениям, не принадлежат Ишаяу сыну Аморца, а они более позднего происхождения. Но так или иначе, здесь говорится о том, в одном из этих текстов, в 25 главе, что Господь уничтожит смерть навеки. И сотрет слезы с лица каждого. А здесь еще не говорится о воскресении из мертвых, но говорится об уничтожении смерти. А с другой стороны, 26 главе, там описывается, что происходит в преисподней. Как бы то, что люди после смерти оказываются в преисподней, это как бы некоторое общее верование древности, в частности, в Древнем Востоке. А вот это мир, который иногда называется миром Рафаим или Рафаитов. И вот там находятся мертвые, которые, как тут сначала говорится, никогда не оживут. Метим баль ехью, Рафаим баль якум. Они не оживут. Ты уничтожишь память о них. И это как бы, это враги. В контексте это враги Израиля. Текст не очень понятный, довольно загадочный. Но в конце этого текста, это удивительно, говорится следующая фраза. Их юмэ тэха. Обычно мертвые не воскресают. Но зато воскресают мертвые твои. То есть, видимо, мертвые народы Израиля. Не велати и кумун. Да, трупы мои. То есть, Бог говорит о трупах, принадлежащих ему. И кумун. Аки цувериненушок неафар. Они восстанут, пробудятся и будут петь, живущие во прахе. Киталь ородта леха. Ибо роса света, роса твоя. Это такой довольно загадочный поэтический текст, который, в общем, в явной форме говорит о некоем воскресении из мертвых в конце времен. Мы не знаем точно, когда был этот текст создан. Возможно, что он был создан в перспективу, как предполагают некоторые исследователи. Еще один текст я вам демонстрировал. Это текст из книги пророка Хискеля. Это очень знаменитое пророчество о так называемых сухих костях. Давным-давно ведется спор, что подразумевается под этим пророчеством. Это пророчество очень важное. В том числе, и здесь мы опять возвращаемся к современности и к современному Израилю. Потому что гимн Израиля «Одло Авдати Кватену» – это перефразированная пессимистическая фраза из этого пророчества, принадлежащая мертвым костям, которые говорят «Авдати Кватену Никзарну Лану». «Пропала наша надежда, над нами произнесен приговор». Это говорят «мертвые кости». И этот текст о воскрешении, оживлении мертвых костей уже у Хискеля воспринимается явно метафорически, как, он это и не скрывает, как изображение возвращения народа Израиля на свою землю. А фактически, как бы, видение, которое перед пророком – это оживление мертвых костей. Кости лежат в долине, и Бог через пророка их оживляет. А фактически, что это значит? Это говорится в последних стихах. Здесь говорится «Я открываю могилы ваши и поднимаю вас из ваших могил, народ мой, и я приведу вас в землю Израиля, и вы будете знать, что я Господь. Открываю ваши могилы, и я дам, вдохну в вас дух, и вы оживете, и будете жить. Я приведу вас, возвращу на вашу землю, и вы познаете, что я Господь. Как говорил, так и сделал». То есть, очевидно, что Хискель тут изображает некоторую метафору. Но за метафорой, возможно, скрывается реальное представление о воскресении из мертвых. То есть, он использует мотив воскресения из мертвых в целях метафорического оживления народа Израиля. Уже еще до реального сионистского движения Геренский Гаон говорил о том, что народ Израиля в изгнании – это как мертвая тема. Опять же, это вавилонская эпоха, а редакция этого текста окончательная, возможно, и персидская эпоха. Наконец, у нас есть текст из книги Ишаяу. Это как бы текст, очевидно, персидский. Он не говорит о воскресении из мертвых, но зато он говорит о некоем божественном суде, в результате которого всякая плоть будет из месяца в месяц, из субботы в субботу приходить поклоняться перед Господом, и будут видеть они трупы преступника, чей червь не умрет, червь будет все время в них, и огонь их не погаснет, и они будут вечным позором. Нет сомнения, что автор книги Даниэля воспользовался этим стихом, когда написал свой о воскресении из мертвых и тоже говорил, что некоторые встанут для вечной жизни, а некоторые для вечного позора. Берон-Олам – это появляется только в этих двух местах, это выражение Берон-Олам. Книги Даниэля и вот книги Ишаяу, с которой Даниэль свой образ почерпнул. Изображение вечного, изображение суда, которое сопряжено, опять-таки, с огнем и сжиганием, появляется и в последней пророческой книге Малахи. Там тоже не говорится о воскресении из мертвых, но говорится, что для боящихся имени Бога воссияет солнце праведности, исцеления, и они будут как тельцы накормленные и будут топтать злодеев, которые будут пеплом под их ногами, и это будет как бы всякий, кто делает зло, будет как солома, и день божественного суда сожжет их, так что от них не останется ни корня, не ветви. Можно сказать следующее на данном клетке наших осуждений, что, судя по всему, в эпоху бавилонскую и персидскую появляется, с одной стороны, ясный мотив божественного суда в конце времен, а с другой стороны, в некоторых текстах, а в библейских текстах почти никак не присутствует, этот мотив сопровождается мотивом воскресения из мертвых, что в процессе этого суда мертвые восстанут и дальше их будут судить праведников на вечную жизнь, а злодеев на вечную смерть. Этот мотив усиливается со временем. Например, в такой неканонической книге, как книга Соломов Соломона, книга, которая была написана, судя по всему, в начале первого века новой эры, там тоже говорится о суде над злодеями и праведниками, и тоже говорится, что боящиеся Господа восстанут на вечную жизнь и будут жить в свете Господнем и никогда больше не умрут. Этот же мотив появляется в еще разных книгах того же времени, приблизительно, первого века до новой эры, первого века новой эры, в таких произведениях апокрифических, как книга притчей или образов в инохической литературе, книга завещания Иова, книга, четвертая книга, Севил, книга откровения Эзры, сирийская книга Баруха и книга завещаний патриархов. Во всех этих книгах мотив воскресения из мертвых присутствует. При этом надо отметить, что в некоторых его нет. Значит, естественно, этот мотив потом становится центральным мотивом в Новом Завете, который в первую очередь продвигается Павлом. Значит, я хотел бы, к этому мы сейчас еще раз вернемся, но я хотел бы сейчас задаться очень кратко вопросом о том, является ли вот это появление мотива последнего суда и воскресения из мертвых чем-то имманентно присущим еврейской традиции или чем-то привнесенным извне. Я очень, как бы у нас на самом деле огромная тема, которая требует особой специализации. Но я хотел бы снова обратить ваше внимание на то, что ровно эти же мотивы мы находим в персидской религии, в зороастризме. Там тоже есть мотив божественного последнего суда. Там тоже есть мотив огня и расплавления. Там это еще связано со сплавлением металлов и мотив воскресения из мертвых, которое постигнет праведный. Праведный восстанут навеки. жизнь будет в раю, а преисподние будут мучиться злодеи. Значит, поскольку, я говорю это осторожно, я не хочу утверждать это однозначно, но поскольку мы не находим этих мотивов в ранних слоях библейских текстов, в ранних слоях есть представление возможно об индивидуальном воскрешении как милости Божией вне связи с божественным судом, в рассказах, например, о пророках Илья Илья есть совсем языческий рассказ о том, как мертвец коснулся костей пророка Илья и постал из мертвых воскрес. Есть такие возможные намеки в поэтических текстах, в том числе в текстах Торы, о том, что Бог может воскресить, но эти тексты, как я сказал, можно понять по-разному, но мотив божественного суда и сопутствующий ему мотив воскресения из мертвых появляется только в литературе второго храма, в пророческой литературе, в очень, судя по всему, поздних текстах. Опять же, я повторю, что апокалипсис Ишаяу датируют многие в позднем времени, не временем Ишаяу сына Морса, тому есть разные причины. Ихискель, опять же, это пленная эпоха и Малахи, последний из пророков, опять же, эпоха начала второго храма и уж тем более книга Даниэля, уже эпоха греческая, да, то есть, как бы, и неканоническая литература, которая более-менее того же времени или даже более поздняя. А мы здесь, заметьте, ничего не говорим об еще одном мотиве, который как бы связан с этими мотивами, но он отдельно стоит, и который тоже развивается в еврейской литературе в эту эпоху, мотив о бессмертии души, это не одно и то же, да, вечный суд и воскресение из мертвых, с одной стороны, и вечная жизнь души, в отличие тела, которое умирает, душа обретает вечную жизнь, этот мотив тоже развивается в эпоху второго храма, его, у него нету аналогов древней библейской литературе, в древней библейской литературе, если вечность и обретается как-то, то только через детей, отсюда закон о Левератном Баке, например, о том, что есть вечная жизнь у души, мы не находим ни в текстах Тора, ни в текстах пророков, и здесь некоторые исследователи как раз видят греческое влияние, в том числе влияние платонической философии, которая как бы говорит о бессмертии и души, но это, повторяю, отдельный вопрос, а возвращаясь к воскресению из мертвых и подытоживая это, я бы хотел обратить ваше внимание опять же на то, что согласно Иосифу Флавию, Иосиф Флавий рассказывает о наличии групп или сект в иудаизме эпохи второго храма, а эти секты видимо возникают как раз более или менее по следам маковейского восстания, некоторые считают во времена Йоханана Геркана первого сына Шимона Маковея, так вот он рассказывает о трех основных движениях того времени о фарисеях, садукеях и эсеях и говорит о том, что вот помимо прочих, когда он обсуждает их идеологические отличия, он говорит садукеи не верят ни в бессмертие души, ни в воскресение из мертвых, эсеи верят в бессмертие души, а фарисеи верят в воскресение из мертвых. Для фарисеев это некий очень важный элемент их веры, что в конце времен произойдет воскресение из мертвых. Обратите внимание на то, что в Танахе это впервые появляется у Даниэля, я уже сказал, что я не исключаю того, что когда Даниэль говорит о том, что воссияют мудрые и наставляющие многих, как звезды вечные. Он их сравнивает фактически с ангелами. Возможно, что он имеет в виду неких протофарисеев. Обращаю ваше внимание также и на то, что Павел, которого я уже упомянул, главный идеолог начального христианства всячески опробирует идею воскресения из мертвых, даже подвергая себя из-за этого насмешкам со стороны слушающих его. И он говорит о себе, что он фарисей. Он себя называет фарисеем. Сейчас нам кажется это так странно. Павел основатель христианства фактически, как он может каким-то образом сойтись с прушим, который, так сказать, из которых произошли мудрецы Мишны, Мидрша, Талмуда, но он для себя называет фарисеем и проповедует воскресение из мертвых. Чтобы поставить здесь последнюю точку, я здесь дал ссылку, не перевожу текста, но дал ссылку на Вавилонский Талмуд от Аркадса в Гибрин. Я сейчас на минутку открою этот текст, мы не будем его слишком подробно обсуждать, но трактат Санхидрин это так называемый перекелик, последний глава трактата Санхидрин, которая целиком полностью агадическая в Талмуде и она обсуждает различные вопросы, связанные с верой. Что любопытно, есть довольно длинное обсуждение здесь, где делаются попытки определить, откуда мы учим, что есть воскресение измертных. Пытаются каким-то образом обосновать написание. Один из в этой связи текстов, которые упоминаются, это как раз таки наш текст из книги Даниэля. Но есть и другие тексты. Очень важно доказать, например, Талмуду, что воскресение измертных можно выучить историю. А мы уже сказали, что история это явным образом не следует. Разве что, кроме этого стиха из книги из Шрата Азину, но это как бы не говорит о коллективном воскресении измертных. Поэтому, например, цитируется стих из книги Деварим, очень известный стих, он тоже стал частью литургии. Беатем адвиким баадунай луихем хаим куль хэм айом Вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы сегодня все. Это понимается как некоторая глобальная программа. Тот, кто прилепляется к Господу Богу, будет жив. Есть, надо сказать, здесь и анекдотическое обоснование воскресения из мертвых. Это уже как бы Талмуд играет и заигрывается. В конце тоже книги Дворим, а из книги Дворим многие вещи учатся. Так вот, в конце книги Дворим Мурше Укаряя Израиль говорит следующую вещь о себе. Точнее, Бог говорит, сказал Господь Муше, вот ты сейчас ляжешь вместе с отцами твоими и встанет этот народ и будет блудить за богами чужой земли. Да, то есть, это осуждение. Но что же, Талмуд это как бы частая частая тактика Митраша разрывать синтаксический контекст и делить по своему желанию. Он говорит так, откуда мы учим, что есть воскресение из мертвых историй? Из вот этого стиха. Каким же образом? А потому что написано и сказал Господь Муше, вот ты ложишься с отцами своими век кам и встанешь и встанет. Значит, как бы продолжение опускается, продолжение опускается, а говорится, вот мы отсюда учим, что человек, который ложится с пранцами своими, потом встает. То есть, есть воскресение из мертвых. Есть еще всякие попытки это обосновать, но сами по себе попытки свидетельствуют о двух вещах. Что с одной стороны четкого и ясного обоснования в Торе не найти, а с другой стороны, что Талмуду, который следует идеологии Прушин, фарисея, это крайне важно. Важно доказать, что воскресение из мертвых это совершенно реальная вещь. что это не довесок к вере, а потом это становится одним из принципов веры, которые сформулирует Рамбам, хотя для Рамбама это будет неоднозначным тезисом. Я здесь поставлю с вашего разрешения точку и готов выслушать ваши вопросы и замечания. Возникли ли по ходу дела вопросы, замечания? Народ, есть замечания и вопросы, где мы двигаемся дальше? Скажите, а близкое понятие реинкарнации, оно как относится ко всем этим? Смотрите, дело в том, что в этих текстах реинкарнации никакой нет. На известном этапе развития иудаизма появляется идея реинкарнации, то, что называется гильгульный шамот, переселение душ. Это более позднее развитие еврейской веры. В текстах конца эпохи второго храма нету этих идей. Просто есть идея о воскресении или о бессмертии души. Это уже от каббалы? Да, это средневеков мистических текстах появляется. Такой вопрос, если можно. Пожалуйста. Меня слышно, да? Она слышно. Значит, у меня как бы такой более реалистический подход и как бы ближе к актуалии нашей сегодня. Сколько времени вообще были когда-то вообще израильцы и государственности, какой бы то ни было самостоятельно в истории. Вот. Такое впечатление, что в общем-то даже эта вера она как бы на двух концах. То есть поскольку Израиль он народ как бы от неба а не от земли. Дана земля. Он как бы идет от Торы получает землю. Вот. то он не очень-то как бы приспособлен к выживанию в общем-то самостоятельному. И ему не приходилось об этом задумываться и поэтому ему приходится как бы ожидать неких чудес не полагаться вот так как это в Торе вот что а как Маше освободил Израиль что в будущем он будет освобожден и все. То есть он не очень-то и собственно говоря из этого столько голуб было времени. То есть он не как бы полагается на себя на свою силу. И это везде сказано. Смотрите я бы так это сформулировал. Вы правы в том что в кризисные моменты и в моменты упадка когда не видно явного политического возрождения такого рода идеи легко ложатся почва для них плодородна. не зря это именно в эпоху происходит когда у евреев действительно своей государственности нет. Но как только государственность возникает то появляются источники которые иначе на это смотрят. Например в первой маковейской книге которая прославляет победу маковеев над греками нет ни слова о воскресении из мертвых и как бы все происходит на земле. Это вот еврейская государственность она существовала в эпоху первого храма она существовала все-таки немалое количество лет известное число столетий сто лет было хасманейское царство еще 30 с лишним лет при роде и его потомках ну это уже как бы такое псевдоцарство при его потомках а ну а вот сегодня у нас есть государство Израиль которое не является царством но значит как бы я бы сказал так что да вот в преддверии в надежде на какое-то избавление и освобождение эти идеи становятся как бы некоторыми центрами в тот момент когда все как говорится устаканивается и успокаивается то тогда эти идеи отходят как правило на второй план значит я надеюсь так сказать что в нашей сегодняшней ситуации мы по крайней мере говорят на иврите битвах кацар на ближайшей перспективе сможем справиться без глобальных катаклизмов очень бы хотелось надеяться я конечно я пессимистически отношусь к вашему мнению но понимаете вот вы говорите сейчас мне легче судить о том что сейчас я не очень истории так сказать сведущим то что вы сказали это получается что были отрывочные такие не было непрерывности и были поэтому часто идеи того что как-то кто-то придет нас спасет сейчас мы тоже не самостоятельно на самом деле это корень проблемы сегодняшней и в ближайшее время это не предвидится то есть самостоятельность так я считаю я так думаю что например что например если уже конкретно говорить то не будет утвержден этот принятый закон ну или будут там какие-то требования сделать поправки большие консенсус и так далее это с этим связано они будут сейчас долго объяснять почему это так но в этом корень проблемы это вот как всегда было в Израиле те кто сотрудничали с силами которые контролируют ситуацию свои интересы в Израиле и все а другие говорили что это все надо самостоятельность а они говорили что это все блажь вся эта самостоятельность и вся эта вера и вся эта ерунда вот есть сильные мы должны подчиниться и принять сказать вот сейчас фактически та же самая ситуация на самом деле то есть Израиль он не одинок в мире он не при всем потому что у него такая армия оружие технология ему собственно говоря я так скажу грубовато ему не разрешается победить террор не может не разрешается в конце концов просто потому что у других те кто значит позволяет нам существовать в какой-то мере у них другие интересы совершенно понимаете не израильские я понимаю что вы говорите я спорю с этим я только как бы ну опять же я я не хочу звучать эскатологически предвещать что сейчас произойдет хотелось бы надеяться на лучшее да хотелось бы есть есть по крайней мере вот такая линия хоть она неполноценная стратегия но которая позволяет собственно не терять самоуважение по крайней мере это уже какое-то я считаю достижение большое вот и это конечно следует всячески поддерживать там видно будет конечно все трудно действительно сказать всевышний правит миром и мы не знаем как что повернется ну хорошо спасибо да спасибо большое есть еще у кого-то вопросы можно меня все-таки в отношении это в отношении воскресенье из мертвых по-моему если грубо если рассматривать именно вот то что позднее позднее магическую литературу на него делается очень большой упор то что то что произошло и скажем у построено вообще всякого вот ну если рассматривать вот то что называется неправильной сиологии это один из краеугольных камней решения из мертвых да почему вот это самое почему мы можем мы можем судить об этом как ну так сказать как одно из то что то ставится в скобках я не сказал что это ставится в скобках я не сказал что это ставится в скобках наоборот я подчеркнул что еще так сказать исходя из записаний флавия у фарисеев это важный момент вот а для того это действительно один из краеугольных камней веры нет сомнения это напрямую сказано просто я попытался отследить историю и сказал что это возникает относительно поздно в еврейской традиции как вот это представление о грядущем воскресении из мертвых но в тот момент когда оно возникает оно занимает очень важное место и после того что храм разрушается второй храм разрушается то этому дается дополнительный толчок двойной дополнительный толчок во первых как бы остальные группы населения постепенно сходят на нет и те кто держит бразды правления в своих руках это в основном потомки фарисеев которые верят в воскресение из мертвых и поэтому мы находим это тамудические традиции с одной стороны с другой стороны эта же вера усиливается в христианской традиции вот а с другой стороны а второй толчок тот факт что нет как правильно сказал миль государственности нет храма это как бы некоторая надежда надежда на грядущие если не воздаяние в этом мире то по крайней мере воздаяние в будущем это действительно один из края краеугольных камней еврейской веры того времени до сегодняшнего дня 5 минут 3 минут нечисто вопросы замечания или мы завершаем сегодня ну да в общем-то все одно просто одно маленькое маленькое замечание что в общем-то в том случае раз нет просто-напросто в отношении к тому что говорили предыдущие оракии то что мы в принципе непрерывного вот такого развития что где ничего нету такого вообще не было в истории никогда нигде то есть мы в этом отношении отнюдь не одинокие и более того даже нет никого с кем можно было бы в общем-то сравниться даже китайская история знала абсолютно очень много примеров и чужеземного владычества и распада и катастроф демографических не говоря уже про всех других поэтому в общем-то здесь надо считать что у нас в общем-то так сказать есть основания для по крайней мере для оптимизма и по крайней мере не рассматривать что мы что-то какое-то исключение спасибо еще бы еще бы это исключение из исключения это избранный народ а вы говорите это ни у кого такого не было 2000 лет галута и постоянные знания и проблемы с так сказать такие споры которые мы находим между царями это совершенно уникальная ситуация ничего такого удобного нигде нет как сказать это самое и галут был у многих народов точно так же нет не было галута как такового то есть или их изгоняли они пропадали или возьмите возьмите армяне в общем-то там в чистом виде в данном случае можно еще найти примеры можно найти примеры я думаю параллелей хотя конечно есть как бы этот спор такой достаточно нескончаемый но я думаю что можно найти в еврейской истории свои неповторимые черты которые действительно превращают еврейскую историю в нечто особое главным видимо образом связанное с двумя вещами с одной стороны вот эта приверженность своей вере своему богу и готовность погибнуть за это будучи все время на протяжении столетий униженными и гонимыми гораздо дольше чем скажем ранние христиане вот а с другой стороны вот эта связь с землей которая как бы все время тоже была своего рода такой мечтой которая должна была осуществиться и это это сочетание породило конечно некоторые совершенно особенные черты истории еврейского народа я так по крайней мере это воспринимаю я в качестве анонса скажу что на следующем итоговом занятии посвященном библейской литературе мы поговорим о вопросах канонизации поговорим о том как складывался библейский канон что осталось за его пределами что и почему как это все происходило когда начнем мы с обсуждения которым закроем таким образом книгу Даниэля с обсуждения превращения пророков апокалиптикана да и вот отсюда выйдем на вопросы канонизации спасибо всем за внимание спасибо спасибо тогда мы на этом заканчиваем всем спасибо и счастливо псороту время действительно напряженное